Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава Евангелия от Матфея Я читаю свой перевод для библейского портала экзегет с небольшими комментариями Напряженные дни последней недели, которую мы называем страстной, но никакие страсти еще не происходят, если называются страстями побои, издевательства. И в то же время страстей невероятно много, если называются страстями эмоции, чувства, которые бурлят и выражаются в словах и поступках. Смотрите, с чего начинал в 21 главе свое правление царь, приехавший в Иерусалим. Я напомню, что встречали Иисуса как царя, потомка Давида, который велся занять его престол. Он изгоняет торгующих из храма, очищает его, да, то есть он показывает, что его приход – это не политическое событие, не римлян он изгоняет, как некоторые, наверное, надеялись, а изгоняет торговцев, а внешняя политическая власть остается такой же, какой она и была. И, во-вторых, начинает спорить с духовными лидерами, точнее, они начинают спорить с ним, но он достаточно резко конфронтирует с ними, вступает в такое противоречие. Сначала он отвечает им, но в 22 уже его наступление. А Иисус продолжал говорить с ними притчами. Он сказал, вот чему подобно Царству Небес, сколько у нас уже было этих притчей, да, то есть Царство Небес никогда не определяется, или Царство Божие у других евангелистов не определяется через понятия некоторые, но описывается образно, через историю в основном. Один человек-царь справлял свадьбу своего сына. Он разослал своих слуг позвать тех, кого он приглашал на свадьбу, но те не захотели прийти. Тогда он отправил других слуг передать приглашенным. Пиршественный стол у меня уже накрыт, тельцы откормлены на убой и заколоты, так что все готово, поспешите на свадьбу. Но те никак не отозвались на приглашение. Кто отправился на свое поле, кто продолжил торговать? Были среди них и такие, кто хватал царских слуг, издевался над ними и убивал. А царь разгневался и послал свое войско перебить тех убийц, изжечь их город. Ну, понятно, это очень похоже на притчу о винограднике, которая была в предыдущей главе. Злые виноградари отказываются давать урожай. Ну, виноградари обязаны, да? У них договоренность такая с хозяином, что они будут работать, и часть урожая отдадут хозяину. А здесь гости, здесь уже почетное право. Вот, допустим, вы не хотите себя считать работниками у Бога, считайте себя его гостями. Но ведь и гость может оскорбить хозяина неявкой, демонстративным отказом от приглашения. И более того, они говорят, у нас другие проблемы, у нас другие задачи, у нас, в общем, что-то такое происходит, что нам совершенно не до этого. У нас тут поле, торговля, обычные повседневные дела. И мы видим, что тоже есть те, кто издеваются и бьют, и убивают посланников, как было их притчу о винограднике в прошлой главе. Почему? Ведь ничего плохого здесь не говорят. В предыдущей главе хотя бы они требовали доли урожая, но, можно сказать, отнимают кровное, хотя по закону и по договоренности, но все равно. А здесь вот что же это такое, да? Интересно. Значит, смотрите, получается, что Бог и требует от человека как обязательство, приглашает человека как дар ему, но человек может и в том, и в другом случае ответить отказом. Что будут делать тогда? Виноградник отдадут другим, а здесь понятно, что перебили убийц, тех, кто убил царских слуг. И вот он говорит своим слугам, все уже готово к свадьбе, а приглашенные оказались недостойны. Так ступайте же теперь по дорогам, а кого только не встретите на перекрестках, зовите на свадьбу. Слуги пошли по дорогам и привели всех, кого только повстречали, и злых, и добрых, так что не осталось на перу пустого места. Это же позор, если пустое место, да? То есть гости не явились. И в результате, смотрите, может быть, люди, которые пришли, они были гораздо хуже людей, которые были приглашены по своим качествам. Дальше мы увидим один эпизод, который это подтверждает. Проблема только в том, что те не захотели. То есть в царстве небес оказываются не самые достойные, оказываются те, кому это больше всего нужно. Ну, по приглашению, конечно, свыше. А когда царь вошел на пир посмотреть на гостей, тоже важная деталь, то есть всех подряд набрали, да? А если человек совершенно, ну, не про это? А когда царь вошел на пир посмотреть на гостей, он заметил там человека, одетого не по праздничному. Он обратился к тому с вопросом. Друг, что ж ты пришел сюда, а к празднику не нарядился? Тот молчал. Тогда царь велел распорядителям свяжить его по ногам и рукам и выбросить наружу во тьму, где будут рыдать и скрежетать зубами. Много кто призван, но мало кто избран. Что означает этот человек в непраздничной одежде? Ну, смотрите, у нас у всех есть одежда рабочая и праздничная. Понятно, что в разной степени торжественности, формальности, да? Ну, я вряд ли буду дрова рубить вот в том, что я сейчас ношу, хотя у меня не самое торжественное одеяние. И в свою очередь человек, который рубит дрова в какую-нибудь там майке растянутой, в штанах спортивных, приходит на свадьбу в этом всем, да? Не сменив этой пропахшей потом майке. Ну, мог хотя бы майку-то поменять, да? И штаны другие надеть. Это минимальное усилие с его стороны. Значит, дело не в том, что нужно какие-то особые заслуги получить для того, чтобы войти в царство небес, чтобы тебя приняли как своего, а нужно хотя бы переодеться по праздничному. Вот сделать тот минимум, который покажет твое уважение к месту, куда тебя пригласили. Те, кто не пришли, они же не уважают прежде всего, хотя, наверное, одеты неплохо. А тут, когда вот пришли те, кто как бы между делом за трапезной самой рабочей одеждой отправился, они не почтили праздник. Так что выбрасывают туда, где скрежет зубовный. Образ, конечно, такой вечной погибели. Мне очень нравится это выражение. Много кто призван, но мало кто избран. И вот мы спорим об этом часто. Есть богословский спор об избрании. Да, Господь избирает человека, учит богослов, особенно Кальвин любил эту тему. Но можно ли сказать, что это справедливо, если он избрал одного, а другого не избрал? Тогда тот, кого он не избрал, оказывается заранее проклятым. Вот родилось двое малышей, они ничего еще не совершили. Этого Бог избрал, и он попадет в рай, а этого не избрал, он попадет в ад. Где справедливость? А здесь мы видим совершенно другое. Здесь приглашены все, но некоторые отказываются. А кто-то из приглашенных не потрудился переодеться. И вот они оказываются вовне. Значит, избрание заключается в том, что человека пускают на этот пир, но он должен на него прийти. Он должен не оскорбить хозяина пира своим видом. Не такое трудное условие, но все-таки от человека кое-что зависит. А приглашены все. На этом фарисеи ушли и сговорились подловить его на слове. Они еще надеются. Они подослали к нему своих учеников и сторонников Ирода с вопросом, при том, что вообще-то фарисеи и сторонники Ирода, они не очень дружат. Но представьте себе какие-нибудь две современные политические партии, я уж не буду называть, чтобы не уходить в современность, которые всегда враждебны друг другу. И вдруг они объединились. Значит, их настолько достало что-то, что они вместе. Вот нетерпимо. У фарисеи рушится их религиозный авторитет. Сторонники царя Ирода, совершенно неблагочестивого, вероятно, подозревают, что сейчас начнется какая-то политическая заворожка, и это все будет плохо для власти самого царя. Ну, вопрос такой, невинный вопрос. И к тому же еще в очень много слоев сахарной ваты он обернут. Учитель, мы знаем, что ты привержен истине, ни от кого не зависишь. Невзирая на лица, ты поистине учишь Божьему пути. Да, вот когда тебе начинают мягко стелить, скорее всего, спать будет жестко. Скажи нам, как ты считаешь, допустимо ли отдавать Цезарю подушную подать или нет? Цезарь – это римский император, он требует со всех подданных одну монету динарии в год. Вот очень небольшая подать. Вот если бы мы такую сегодня платили, даже для самого бедного человека, который поденщик, это примерно 300, какая-то часть от его годового дохода. Представляете себе, это сильно меньше, чем полпроцента даже. Я бы такую подать прям с большим удовольствием платил. Не в том дело, что это тяжело, а в том дело, что это оскорбительно. Вот платить подать чужому царю. И жадность тут на втором месте, а вот это национальное унижение. Допустимо подавать или нет? Понятно, если он скажет, да, допустимо, то он не благочестив, он признает власть римского императора над своим народом и над храмом, и над святыми местами. Он римский коллаборационист, то есть человек, который на них работает, на оккупантов. Если он скажет нет, то он преступник против Рима. Он заявляет, что нельзя платить Риму подать, тогда римские власти с ним будут разбираться. А Иисус, понимая их злой умысел, сказал им, что вы меня испытываете лицемера? Покажите-ка мне монету, которую платят подать. Покажите мне 100 рублей, пожалуйста. Никогда бумажки в 100 рублей не видел. Вы можете в это поверить? Динарий – самая ходовая монета, да? Вот как у нас 100-рублевка, допустим. Поэтому говорить не о чем. Зачем он просит посмотреть? Кстати, посмотрите, что на 100-рублевке изображено. Языческий бог, между прочим, Аполлон, да еще и голый. Вообще-то это, конечно, фронтон Большого театра, главные достопримечательности города Москвы. Но вот вы не задумаетесь, как вы, если вы, допустим, очень благочестивые христиане, как вы можете расплачиваться бумагой, на которой языческий бог, да еще и голый. Это же кошмарно, да? Видите, как я вас смутил? Сейчас, наверное, 100-рублевок будете избегать. Стараться другими купюрами расплачиваться. А раньше не замечали. Покажите-ка мне монету, которую платят подать. Они протянули ему динарий. У них-то есть. У него нету. Он ходит нищим, он живет подаянием. А у них-то этих динариев достаточно. И при себе, и где-нибудь в каком-нибудь хранилище. А он их спрашивает, чье это изображение, чья подпись. Как будто впервые видят. Да, вот прям юмор какой-то идет. Говорят ему Цезаря. Ну, то есть римский император. Более того, он не просто там назван по имени, он назван Дивус Августус. Да, он божественным Августом. Или сыном, если у нас уже Тиберий, значит, он был императором Тиберии, но и старый динарий в ходу с Августом. Значит, тогда он сын божественного Августа. И более того, он понтифекс максимус, он верховный жрец. То есть тут более оскорбительные надписи. Ладно, про 100 рублей забудем. Там не написано, что он бог Аполлон, да, что надо ему поклоняться. Нет, на российской 100-рублевке такого нет. А тут есть. Он верховный жрец еще, и он божественный. Это прямо оскорбительно. Цезаря. И он им ответит, что Цезарево, то отдайте Цезарю. А что Божье, то Богу. То есть вот если присмотреться, вы даже такие деньги в руках не должны держать. Они, наверное, вас оскорбляют своим неблагочестием. Это какие-то грязные языческие деньги. Отдайте их ему. Пусть он это свое изображение там целует и все, что угодно с ним делает. А вот Богу отдайте то, что Божье. И это, конечно, не монетка. Потому что всегда есть у человека желание отдать 100-рублевку или более крупную сумму, или что-нибудь еще. Вот туда, куда надо отдать, а остальное себе оставить для удовольствия. А ты Богу отдай то, что Божье. А что Божье? А ты сам Божий. Ты сам образоподобия. Отдай себя ему. А об этих монетах, о прочих каких-то мелочах не думай, не в них делай. Они выслушали это с изумлением и ушли, оставив его в покое. В тот же день пришли к нему с Саддуке. Они все-таки еще не все сговорились. Саддуке и фарисеи – это опять-таки две враждебные группировки. Ну и Родиане, сторонник Ирода, третья среди них. Они считают, что воскресения мертвых не будет. И спросили его. Это одна из группировок фарисеи и Саддуке. Саддуке в основном храмовое священство. И поскольку напрямую в Ветхом Завете не сказано о воскресении мертвых, но есть пророчества, вот для них это все что-то такое стороннее. Как это мертвый воскресный? Живем один раз, а потом все. А вы говорите, что воскресный. И спросили его. Учитель. Моисей поверил, если кто умрет женатым, но бездетно. Пусть его вдову возьмет в жены его брат и так восстановят для него потомство. Ну, знаменитые обычаи левератного брака из книги «Второзаконие», 25 глава. Человек, умирая бездетным, умирал без потомков. Это понятно, да? А вся структура родового общества основана на том, что род вечен. Человек смертен, род вечен. Поэтому его брат брал в жены эту женщину, и первый родившийся у них сын становился сыном умершего. Хотя физически, конечно, он был сыном второго человека, второго мужчины. Так что жену он оставил брату. Точно так же и второй, и третий, вплоть до седьмого. А после всех умерла и та женщина. Итак, когда воскреснут мертвые, кому из семерых будет она женой? Ведь все они были на ней женаты. Ну, понятно, что ситуация абсолютно гипотетическая. Семь братьев умирают, один с другим, ни один из них не рождает потомков. Ну, допустим, двое-трое могли. Кстати, есть история о Ветхом Завете. Двое сыновей Иуды умирают, не оставив потомков. И их жена, соответственно, она перешла от старшего ко второму, должна перейти к третьему. Иуда не хочет. Жену зовут Фомарь, но это отдельная история бытия, 36 глава. Вот. И они ссылаются на такую же гипотетическую ситуацию, когда женщина будет женой сразу семерых мужчины. Это, конечно, трудно себе представить, особенно в таком патриархальном обществе. Иисус сказал им в ответ, вы заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Вот смотрите, два источника Писания, текста, сила Божия, то, что действует в жизни людей. После воскресенья не будут люди жениться, а будут подобны ангелам небесным. То есть, все эти законы, они имеют отношение к... Вот тут, может, кто-то будет думать про то, будет ли там, простите, секс в воскресенье, но не про это, а про социальные отношения. Зачем нужны вот эти отношения здесь? Для того, чтобы вот земельный надел перешел к потомкам, для того, чтобы родовая структура общества осталась неприкосновенной. В вечности вечен каждый, поэтому не нужно сохранять вечность рода. Что же до воскресенья мертвых? Разве не читали вы, как обратился к вам Бог? Цитата, которую прямо в книге Исход Бог говорит Моисею, «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Как он себя открывает людям, да? Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Мог сказать, я Бог такой-то по имени, или я Бог, там, вечный творец мира, описать его свойства или его поступки. Но он определяет, сам Бог себя определяет через людей, которые в него верят, которые к этому моменту уже мертвы. Он не Бог мертвых, но Бог живых. Значит, они живы. Авраам и Исаака, если он так говорит, да? А слышавший этот народ поражался тому, как учит Иисус. Фарисей тоже это услышал. Им понравилось, что он заставил Саддукеев замолчать. Да, вот эта борьба, да, когда их заставили замолчать, это кошмар и ужас, когда их противников, то наоборот здорово. Но что на самом деле их интересует мало. Они сговорились между собой, фарисеи. Вот один из них, знаток закона, решил испытать Иисуса и спросил, какая заповедь в законе самая великая? Такой вопрос вроде бы простой, но с подвухом, потому что всегда можно оспорить. Вот одну заповедь, как вычленить из всего набора. Тут же скажешь, если не уби, ага, воровать, значит, можно, и так далее. Иисус ответил ему, полюби Господа Бога Твоего от всего сердца, от всей души и всем разумом. Это самая великая, первейшая заповедь. А на втором месте он даже расширяет ответ. Подобное ей, полюби ближнего, как самого себя. В этих двух заповедях заключается весь закон и все пророки. Смотрите, вот он находит все-таки, я же не случайно сказал, не уби, не укради, какая из них важнее. Ну, наверное, не уби важнее, потому что убийство более тяжкое преступление. Но можно поспорить, да, где пределы заповеди. А Иисус обращает наше внимание, внимание людей, которые его спрашивали, что заповеди бывают положительными. Это не запреты, а это повеление полюби Бога и полюби ближнего. А все остальное это конкретное приложение. Почему не убивай его? Ну, потому что ты его любишь. Не убивешь. Ну, самое-самое минимальное требование не любви, но хотя бы какого-то сочувствия к человеку, да, не лишая его жизни. То есть закон это не набор, в отличие от юридического уголовного кодекса, не набор запретов, чего нельзя делать, чтобы тебя не наказали. Закон это призыв, что делать, чтобы жить по божественной воле. Так, ну что ж, до сих пор он оборонялся, пора бы ему и напасть самому, напасть в хорошем смысле, атаковать. Вот ему задают вопросы. Видят, что фарисеи собрались вместе, они как раз смотрят, да, как он не даст ответа. Иисус сам спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын? То есть все ожидают, что Христос будет потомком царя Давида. Отвечают Давида, да, и очевидно, что в это время достаточно напряженное ожидание Мессии или Христа, и они, в общем, готовы об этом говорить, потому что это их постоянная тема. Говорит им, отчего же Давид по внушению Святого Духа сам называет его Господом? «Сказал Господь Господу моему, воссядь от меня по правую руку, и врагов твоих я подвергну под ноги тебе». Это цитата из Псалма, ну, в нашем счете 109-го. Так если Давид называет его Господом, как же он может быть Давиду сыном? На это никто не мог ничего Иисусу ответить, и с этого дня уже никто не осмеливался спрашивать его. Ну, понятно, что здесь, в этом вопросе содержится некоторый намек, что Христос с одной стороны сын Давида, потомок, ну, может быть, слово «сын» надо переводить здесь как «потомок», а с другой стороны он выше Давида. Вот для родового общества, которое было тогда, естественно, потомок ниже своего предка по положению, а здесь Давид к нему обращается как к более высокому. Да, почему? Ну, вот такой стандартный богословский ответ, что есть божественное и человеческое в Иисусе, потом это назовут природами, вот, и божественная природа выше Давида, который человек, а человеческая природа ниже Давида, потому что он его потомок, и вот в социальной этой структуре стоит на каких-то следующих ступенях. И что вот это соединение, собственно, здесь и предсказано. И смотрите, вот Иисус мог бы им сказать, мессия ли я, вот тут меня спрашивали, по какому я право это делаю и так далее, и так далее. Давайте, раз уж мы полномочиями миримся, то вот выясним, за кого вы меня держите. Нет. Он задает вопрос, оставляя за ними полностью эту свободу, признать в нем мессию или нет. И вот это очень важно, что даже, говоря достаточно резко, даже обличая, даже наставляя, он оставляет за человеком свободу, он дает человеку или людям возможность принять, не принять, согласиться, возразить, отвергнуть. Ну, потому что так это устроено, да, потому что навязанная вера, навязанное исповедание, навязанная молитва, они пусты. Можно заставить, да, вот фарисеи иногда хотят заставить, но лучше удивить. И это удивление может вырасти в какое-то внутреннее преображение. С ними, к сожалению, так не произойдет, и дальше будет довольно резкое обличение фарисеев. Всю следующую главу мы будем его читать. субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok